На дороге жизни жена это дорожный знак, запрещающий поворот налево. Герой этого сюжета повернул налево, чтобы сэкономить время и деньги. А в итоге потерял и то, и другое. Наш корреспондент Кира Карлович вышла на большую дорогу. Вячеслав Макаревич за рулем уже 30 лет. Кореноменчанин давно привык к местным дорогам и правилам. Неприятным открытием для Вячеслава Евгеньевича стало новшество на родном перекрестке. Улиц Белинского и Якуба Колоса. Минувший весной на оживленном участке закрыли поворот Якуба Колоса налево. Таким образом движение стало безопаснее, но маршрут к дому Вячеслава длиннее. Дабы сэкономить время и бензин, мужчина решил проявить смекалку. Накануне я купил правила, я нашел лазейку. Там написано, что можно с трамвая повернуть. Я повернул с трамвая. Вот в воскресенье меня остановили ГАИ, штрафовали, забрали талон предупрежения. Сказали, что я нарушил правила, что я неправильно повернул с полос. Я им пытался объяснить, что тут спорный вопрос. Знак нарисован две полосы прямо. Но я поворачивал налево не с этих полос, а со стороны полосы трамвая, которая не обозначена на знаке. Ничего никому не создавал препятствия и просто повернул. Поворот не туда закончился для Вячеслава тупиком. В виде штрафа и волнительными часами, потраченными на доказательство своей невиновности. Вооружившись свежим изданием ПДД, наш герой ищет второе дно в расшифровке простого знака – движение прямо. Если касаться самих пунктов, я вот сегодня еще перед встречей с вами попытался, завтра же надо в ГАИ, штрафовать, почитать импуты. Там и есть многие пункты, чтобы меня, так сказать, обязать и убедить. А есть маленькие лазейки, которые дают мне возможность чуть-чуть интерпретировать свою сторону. Не нам судить Вячеслава Евгеньевича. Однако доводы опытного автомобилиста на лазейки совсем не тянут. Любому курсанту автошколы известно, что трамвайные пути входят в состав дороги, но не являются отдельной полосой движения. Поэтому штраф до пяти минимальных базовых величин, выписанный ГАИ, совершенно оправдан. В данной ситуации установленный здесь знак 581 запрещает движение с трамвайных путей. Более того, знак конкретно указывает, что вторая полоса движения должна двигаться только прямо. Поэтому в данной ситуации водитель был наказан в соответствии с законом за нарушение требования правил дорожного движения. В конкретном случае знака 581 направление движения по полосам. Как ни крути книжку ПДД, а правила выгоднее знать и следовать им. Например, штраф Вячеслава в денежном эквиваленте равен 7 литрам бензина, на которые можно было не просто объехать злосчастный перекресток, но и несколько раз обогнуть Минск по Кольцевой. И согласитесь, странно признавать тот факт, что правила дорожного движения обновляются регулярно, а права водитель получает единожды. Может, пора задуматься о переаттестации для водителей? Жизнь показывает, что многие из нас готовы играть по чужим правилам, но все хотят, чтобы свисток был своим. А вообще лучше всего регулируют правила дорожного движения – венки на обочинах. Вы смотрели социально-познавательную программу «Добро пожаловаться». Мы прощаемся ровно на одну неделю. Следующим жизненным советом. Прежде чем вставать в позу, подумайте, а вдруг она кому-нибудь покажется привлекательной. Пишите письма, звоните и добро пожаловаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова